всем привет парни с вами легендарный евгений до старта сервера осталось два часа поэтому подумал решил записать какой-то видео гайд я не знаю что делать на старте на x100 потому что на этом x100 будет акция 1 миллион рублей и скорее всего движуха будет до конца мая я думаю сервер будет прям нормально жить с онлайном и так далее потом его салют вот с этим старым x100 которому уже четыре года народ здесь есть но здесь играет в основном old игроки и новички тоже приходит сюда с каждым слиянием вот сколько трейдеров сидит это все не ошибаюсь каждый день происходит рестарты и по-новому трейдеры садятся поэтому как вы видите рынок на старом сервере живой еще плюс еще аукцион стоит в общем не суть кем стартануть в соло соло самый лучший вариант это дестор но желательно с премиум бафом и с премиум аккаунтом потому что человек который будет фармить без премиум аккаунта он будет жестко проседать я буду фармить в час к примеру 15 миллионов адена ты будешь фармить без по там не знаю 5 миллионов в итоге я быстрее оденусь чем ты но сколько стоит 120 рублей на сутки премиум аккаунт это пачка сигарет обычно это пачка сигарет сейчас стоит дороже поэтому дестор соло потом еще кем можно парики фармить некор но при условии что у вас будет до кассеты арка с х но из х в соло тоже нормально форме парики но в пвп 11 он будет проигрывать если допустим резистов не будет у ваших воров то тогда он будет выигрывать а так он отсасывает 11 жестко но парики он тоже нормально форме потом с с но из с парики фармить особо сода не может но зато один на один в пвп он разносит то есть 44 классы которые я могу посоветовать дестор с х с некор и с с ну еще там можно 5 твл новые вам фармить парики не особо удобно в пвп в пвп в солов хавк ты хашка кто еще наверное все это думаю остальные не особо тащит но при условии что у вас будет заряд бусту тот же самый глад тот же самый тир будет нормально выносить кабины поэтому где чё фармить дичу спалить дичу крафтить самые прибыльные места это поган поган берете квест на поган на проходку берете квест на точки на оба ты тестил мне выпало 6 точек виток на этом сервере будет облегчен за . шмот на пухе поэтому точки будут очень в цене если не ошибаюсь дон шопа по моему пять штук они три штуки по вам 5 колов или что-то где-то так поэтому за час фарма в погане я сделал примерно по 15 больше 15 миллионов адены плюс ресурсы плюс 6 випок туда же может еще 2 окна взять с собой спойлера там какие-то ресурсы с поле там с полица куски на арку куски на db на шб куски на тт куски на и кассет куски на драк все по-моему куски на мажор робу и всякие там молды кроме синих то есть основные такие ресурсы 3 уровня используются в погане то есть поган прибыльное место прибыльное место там будут бегать соло диэстры дошираки бедные дошираки мы знаем откуда у нас в основном играют людей доширачники не будем говорить слух поэтому они будут ставить по нескольку самонеров поган поэтому готовьтесь если вы хотите за пару дней сделать больше ста колов там больше пяти тысяч рублей то готовьтесь к тому что придется за поган за поган драться очень сильно там ни один сама нужно будет ставить там желательно три-четыре сама нам папа гану раскидать детства чтобы можно было суммониться и отбивать споты поган вообще очень прибыльное место но дошираки так просто это место не отдадут поэтому готовьтесь если вы хотите одеться желательно 45 самонов дестор и второе окно еще биша туда потом другой вариант способ это самый нудный самый беспонтовый самый такой бедный вариант это бегать по тт-рецепт самый нудный самый беспонтовый я не знаю кто этим занимается я больше двух часов не могу бегать по тт-рецепту но есть такие прям отчаянные люди которые по 5 по 10 окон идут проходят крест на страйдера саде садятся персонажи на страйдеров и бегают ну там нужно будет водить капчу поэтому это нудное занятие но тоже прибыльная там желательно тоже в несколько окон бегать по тт-рецептам и за сутки можно будет сделать там не знаю больше 50 тт-рецептов и продавать там два рецепта за три за четыре кола ты умножаете 50 на сколько это будет тоже где-то около 100 колов но это очень нудно я не знаю кто это выдержит я больше двух часов по тт-рецептам бегать вообще не в силах следующий вариант это фармить карты карты фармите лучше 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 ссм потому что ним некро не картам отсосет так как у большинства мобов в катах резист от темноты поэтому самый лучший вариант формить это карты в соло ссм либо брать еще с собой биша на второе окно но это тоже надо иметь про это я все все сейчас говорю это надо иметь по без по формить крафтить если вы хотите все это быстро сделать смысла нету 120 рублей стоит по ну и 1200 премиум баф потом а кстати пока там сыплется античка сыплется с 70-х 80-х уровнях мобов это сделано с целью того чтобы дошираки не могли ставить ботов в кат и в кат и некрополисы 20-30 уровня и без оппозиции фармить античку избивать цены на рынке на античку античка будет стоить 1 1 пару часов 700 700 антички как это к одному колу то есть это нормально это примерно 20 минут фарма спа даже поменьше 20 минут то есть ну готовьтесь к тому что к ты и некрополисы там будет очень много народу поэтому драться придется очень сильно это для таких самых отчаянных людей кто не хочет не крафтить не спорить просто хочет формить соло и ссм к ты к ты некрополиса потом следующий вариант а еще плюс ко всему берете квест на проходки на козу набиваете потом летаете качаетесь а себе но это придется на один остров еще сходить чтобы поднять 12 уровень са и сказы падает этой части но с очень херовым шансом поэтому можно еще и по пути фармить козу с нее падает т.т. пика и качается са и какие-то там еще пуски на т.т. и еще что-то я уже не помню уже давно фармилами так следующий вариант это это spoil fog спалить топовые комнаты где спалятся випки то есть у меня все эти гайды и проход куда где чё спалится крафтится все у меня есть на канале на втором поэтому кому интересно чекайте смотрите это спалить fog spoil fog где-то за полтора-два часа две випки минимум вы спалится плюс куски на арку плюс куски там еще на что-то я не помню но это в топовые комнаты я самый последний короче в самом конце фога так следующий вариант это империал томп это сепы фармить этих рейд боссов там тоже херовый шанс что дропается но выпадет д.п. выпадет д.п. на старте или там через день продадите этого этот д.п. я не знаю сколько стоит 60 или 50 колов на новом плюс там еще драк части сыпется в определенных комнатах бегать по рецептам на пушки очень сложно потому что дроп урезан где-то два часа минимум уходит на на один рецепт пушки поэтому можно будет просто продавать рецепты на арку рецепты на д.п. фармить дестером fog в нетоповых комнатах набивать либо в империал томми империал томп или fog так что смотрите сами потом следующий вариант это ну наверное д.к. крафт д.к. сетов выбивать перчатки рецепт рецепт будет примерно стоить 5 или 4 кола если не ошибаюсь вот плюс еще талум перчи то есть делать д.к. сеты и талум сеты и продавать их я думаю люди будут покупать скупать но это примерно где-то полторы недели будет движуха длится потом уже не актуальному тоже это нудно потому что для крафта нужно нужно будет античка но не в таких больших масштабах как бы потом следующий вариант это фармить рейд босса дробь дробь рейд босса все скажу все фармят рейд боссов 70 плюс потому что 70 плюс падает пушки падают пушки падают шмотки с н.н. випки блески и так далее но этих рейд боссов будет штук 20 на весь сервер но на сервере есть еще рейд боссы 50 плюс с этих 50 плюс рейд боссов сыпется без армарки на б на большую то есть придет какой не донатер топовым ему купит он анквина по-любому он будет этот анквин точить поэтому будете продавать всяким топ донатером б заточки безопасные наш мод плюс с 50 мобов если не ошибаюсь не со всех но с 58 падают уже а шмотки падают 60 уровня рейд боссов падают а шмотки блески и даже еще если не ошибаюсь 60 уже 65 плюс уже потихоньку начинает появляться дробь с шмоту и блески на из если не ошибаюсь . поэтому актуально фармить рейд боссов 50 и 60 до 70 уровне потому что мало кто знает но они актуальны убьешь там босса 50 58 уровне с него выпадет блеск и продаж донатеру там за трикола то есть будешь таких рейд боссов держать в соло ли там со своей компашкой штук 15-20 до которые 50 и 60 уровне но их мало кто будет формить но будете держать их и даже если с одного будет падать к примеру 12 кола и за сутки ну 12 часов по моему резко если не ошибаюсь допустим 20 20 рб там 12 колу 20-25 колов за 12 часов будете делать на всю свою компанию плюс еще шмот будет падать все это будете продавать поэтому готовьтесь я не знаю записывайте респ забивайте себе каких-то определенных рейд боссов плюс еще на сервере есть призывные рейд босс с них тоже есть дробь но я не помню сколько их на сервере если не ошибаюсь по моему больше десяти наверное призывных рейд боссов с них тоже есть дробь и кто их мало кто фармит на этом сервере всегда формят ада компания дошираков ник его карма то есть это дошираки это целая группировка у пг они его чисто по этим рейд боссом работают в крысу формят я это спалил еще год назад дошираки нигде не фанятся чисто чисто какие-то вот неактуальных рейд боссов убивают за счет этой херни мутится одеваются продаются и за счет этой херни доширачат поэтому если хотите попробовать такой же вариант забивайте рейд боссов их очень много на сервере их дохерище их очень много потом какой еще следующий вариант но это на тт сеты крафтить бегать по тт рецептом и крафтить тт сеты примерно 30 с чем-то коло будет стоит тт сет на старте 35 по моему если не ошибаюсь потом мос мамос там можно адену делать плюс квест на заточки тоже есть но я что-то проверял но bt у меня не появился mpc который должен ну по кресту должен был появиться но он что-то не появился поэтому не могу ничего сказать то ли убран квесту лет нет должен вроде работать там плюс тоже андена падает плюс спойл нормальный но вот эти все споты будут держать по-любому пачки но там же также будет споты где будут сольники бегать сольники дошираки либо просто сольники которые хотят побыстрее одеться поэтому забивайте себе места плюс кетра варка альянс можно со старту делать но есть одно но тоже какой-то папа гдаш раков я думаю за форме того как обычно но если хотите попробуйте сделать крест на али 46 уровня берете короче с с 46 уровень а пойти за минут 7 со старта сервера и бежите в арку либо в кетру желательно возьмите с собой биша на второе окно тоже 46 желательно и уже с этого уровня идет кач тут короче кач идет как но на птс и то есть 46 есть уже идет dps в мобов 76 плюс такая приколюха мало кто знает но я вам расскажу и у меня рекорд кто сможет побить мой рекорд двадцать две минуты за двадцать две минуты я выключился на старте кетры два или три года назад это было за двадцать две минуты до семьдесят шестого уровня потом сразу опнув себе subclass subclass тогда не был задану и побежал оформить ну был она был тогда со старта был на на этом старте его по-моему не будет если я не ошибаюсь и мы за фармили кстати пати мне дал знаете кто женечка вон тогда дал пати мы за фармили но был rb я был там первые еще пару человек кто он был сдали так и в целом вроде все по спотам я объяснил каты mos imperial tomb бог поган кетра варка ну самый такой нудный вариант а еще происходит самый такой нудный вариант если не хотите не драться не за споты не что то там кому-то доказывать чисто так по релаксу ну там чё там просто бегайте спойлером спалить всякие куски одеваетесь потихоньку потихоньку потихой грусти из классов дестор сс некор исха а я забыл еще сказать про стаката точно квест на стаката делать и квест на стакат это тоже еще spot примерно полчас чем-то для где-то час чем-то и у вас full ресурсы на ну не full ресурсы основные ресурсы на пуху из на будут но там тоже будут бегать пачки там тоже адена нормально сыпется на всех этих спотах будут пачки по-любому будут пачки ну а эти пачки будут на в топ комнатах находиться те комнаты которые не топовые они будут свободны поэтому выбирайте себе самый лучший вариант что вы хотите на старте делать fog мост кетра варка с стаката империал том там будут места свободные для сольников так что ну и самый лучший вариант конечно фарма это дина остров но дина остров дина остров вам не дадут по форме тоже пачки вот такая игра вот это партийная игра как бы так что не надо удивляться хотите по-быстрому одеться вступайте в пачку либо создавайте свою пачку хотите одеваться в соло готовьтесь драться за спот с такими же сольниками если не хотите ни то ни это то чисто по релаксу бегайте пошел сделал квест на и не знаю на заточки там в мосе побегал по формил там не актуальные комнаты поспорил все одеваешься поэтому смотрите поган где-то час чем-то будет уходить и можно будет сделать от 5 до 15 колов но это спа фок поменьше колов тоже примерно где-то 37 колов спа за час чем-то будет делаться это все играет это течение где-то наверное пяти шести дней вот так такая движуха будет потом цены будут падать падать и так далее то есть мотайте себе на ус что вы хотите делать на старте стаката ну только ресурсы и адена там конечно там только адена ну и плюс ресурсы точки там не спалятся витки арморке тоже только дроп ресурсов то есть стаката такой вариант если будете крафтить то нормально если нет то не советую поэтому поган пятна опять 15 колов фок где-то 4 наверное 8 колов это я так на скидку потом что у нас еще какие-то коты где-то за час можно будет делать 24 кола я так думаю о том что у нас еще идет кетра варка на кетра варка там только спойл и крест на али кетра варка будет не актуально сильно потом стаката империал томп ну плюс сепы не забывайте сепы где-то тоже нами 24 кола так что смотрите сами шоу что вы хотите на старте делать я могу еще записать сейчас видос какой-то по поводу каких-то лог напишите я пока успею сейчас постараюсь успеть сделать там крест на поганые не знаем так далее ну все всем удачи на старте я пока сам не определился кем будут стартовать ты хашка либо хавка так что подписывайтесь на телегу стрим сегодня будет на старте старте сервера все всем удачи